Всем привет! Это FreeStudio21.com. Перед нами очередное упражнение из сборника Галицинского. Боже мой, я уже не знаю, как правильно говорить. И что мы здесь имеем? Наша задача усложняется тем, что у нас не просто passive voice здесь, у нас, более того, у нас перевод с русского языка на английский, да еще и с passive voice. С одной стороны, я специально захотела сделать пару упражнений на эту тему, потому что людям часто сложно одно дело переделать из актива в passive, это вроде бы как не очень сложная задача, а вот перевести с русского языка, да еще passive voice, определить, что у тебя в пассиве, где у тебя объект, субъект и все такое, для некоторых это большая трудность. Поэтому я сделаю пару штук, возможно, кому-то оно поможет. Итак, нам показали очень странную картину. Первое, на что мы обращаем внимание в этом предложении, наше, так называемое, в кавычках, подлежащее. О чем идет речь? О нас. Не о картине, друзья мои, идет речь. О нас идет речь, потому что над кем производилось действие? Над нами. Нам показывали картину. Поэтому вот наш главный герой предложения. С него мы будем начинать. Далее. Далее у нас действие. Действие у нас вот оно. Показали. Вот это и будет наш passive voice. Вот здесь у нас passive. Далее очень странная картина. И здесь, ну, мы переведем эту фразу, и все у нас станет на свои места. Возможно, кто-то спросит. Ага, хорошо. Нам показали очень странную картину. А нельзя ли было бы сказать, что очень странная картина была показана нам? В принципе, так можно сказать. И если вы переведете это так, это, повторяюсь, не будет ошибкой. Я уже говорила об этом, я повторюсь, это не ошибка. Ничего в этом страшного нет. Преступления не будет. У вас может быть первый вариант. Вы, мы. Заметьте, что нам, но мы переводим вы, потому что у нас это подлежащее. Подлежащее в английском языке только в именительном падеже может стоять. Это у нас тут могут быть нюансы. У них этих нюансов нет. Вы. Дальше. Показали. Какое время? Время. Что сделали? Прошедшее. Поэтому у нас не просто passive, у нас past simple. Passive. Simple, потому что нет никаких уточнений по времени. We were shown a very strange picture. Или very weird picture. Тоже может быть, почему бы и нет. Как можно было еще сказать? Можно было бы так еще сказать. A very weird я напишу для разнообразия. Это то же самое, по большому счету. Picture was shown to us. Смысл здесь один и тот же. Но первый вариант предпочтительнее. Почему? Потому что здесь, обратите внимание, что происходит с нами. Здесь нужно предлог ставить. Потому что show – это так называемый переходной глагол. О переходных глаголах я еще буду делать в видео. Не переживайте, вы все узнаете. Поэтому я бы предпочла этот вариант. Он проще. Если у вас есть выбор между простым и сложным, выберите простое. Ну, это так. Так, едем дальше. Тебя ищут. Иди домой. Но здесь у нас уже выбора нет. Здесь нам придется говорить только один вариант. Опять же, на что обращаем внимание? Тебя. Над тобой делается действие. Поэтому тебя – это будет наше подлежащее. Далее ищут. Сказуемо. Это будет passive. Ну, а дальше меня не интересует особо. Что у нас здесь? Значит, посмотрим время. Время – что делают? Ищут. Это явно сейчас. Иди домой. Причем это явно в данный момент. Я думаю, иди домой поставили специально для того, чтобы уточнить время действия. То есть, сейчас ищут в данный момент. Поэтому здесь будет у нас present continuous passive. Итак, это будет выглядеть таким образом. Обратите внимание, как образуется continuous passive present. У нас наш вспомогательный глагол. Дальше основной глагол. Вот он. Не вот это, а вот это. А дальше у нас уже все остальное. Past participle. И, кстати, обратите внимание, где стоит ваш предлог. Он должен стоять сразу после past participle. Это нормально. В этом нет ничего странного. Это абсолютно нормальное предложение. Едем дальше. Иди домой. Go home. Ну, это такое дело. Это больше для контекста. Следующее. Вам расскажут обо всех изменениях в школьной программе. Опять же. Над кем производится действие? Над вами. Поэтому здесь у нас вот наше подлежащее. Дальше расскажут. Вот наш passive. Ну, и дальше все такое. А расскажут будущее время. Поэтому я думаю, что здесь будет future simple passive. По идее, ничего другого и быть не может. Так, что там у нас? Как же будет школьная программа? Ну, in the, in your, напишем your, curriculum. Такое умное слово есть. Только я его неправильно пишу. Оно должно быть вот так. Вот так вот. Curriculum. In your curriculum. Далее. Следующее предложение. Почему над ним всегда смеются? Здесь у нас вопрос. И на первом месте у нас вопросительное слово. Ну и что? Смотрим дальше. Что у нас здесь еще интересного? Над ним. Вот, собственно говоря, ним. Это и есть наше подлежащее. Оно неизвестно, где стоит. Но это не важно. Далее. Далее у нас явно настоящее время. Явно simple. Потому что нет уточнений по времени. Кроме того, стоит слово всегда. А слово всегда характерно для present simple. И все такое. Теперь попробуем соорудить предложение. С учетом того, что у нас не просто что попало. У нас вопрос. Поэтому. Why. Вопросительное слово. Дальше у меня должен быть вспомогательный глагол. Is. Дальше ним. He. Always. Не забываем, что always привилегированное слово. Loved. Loved. И обратите внимание, где у вас стоит слово над. Мы говорим над ним. Вот над. А у них оно вот здесь. Почему? Потому что предлог – это служебная часть речи. И он не может ставиться где-то перед подлежащим. Он будет ставиться после глагола или вообще в конце предложения. Далее. Нам, нам, так, что тут у нас? Нам всем дали билеты на выставку. Ага. Ну, это явно прошедшее время. Здесь не может быть никаких нюансов. Поэтому так и говорим. Нам всем. Так, господи, где же мне писать-то? Я, наверное, подвинусь. Нам всем. Нам всем. Пятое предложение. We all were given the tickets to the exhibition. Здесь опять ситуация, когда можно сказать два варианта. Можно было бы сказать The tickets to the exhibition were given to us. Или all of us. Можно было еще all of us сказать. Не обязательно говорить we all. Можно all of us. Опять же, выбирайте, что вам больше нравится. Выбирайте между простым и сложным. Потому что второй вариант более сложный. Далее. Лекции этого знаменитого профессора всегда слушают с большим вниманием. Боже мой, какое большое предложение. Итак, что мы здесь имеем? Лекции. Это вроде бы наше подлежащее. Далее всегда слушают. Ясно, что это present simple. Большое внимание. Это все второстепенные члены предложения. И вот эта вот фраза лекции этого знаменитого профессора. Вот что является нашим главным героем предложения. Вот такая огромная фразища. Ничего страшного нет. Все нормально. Поэтому продолжаем, продолжаем в том же духе. Итак, как же это сказать? Это я бы сказала так. Так, сейчас я подвинусь куда-то. Так, там, по-моему, были лекции знаменитого профессора. Я уже забыла, о чем говорила. The lectures of this famous famous... Так, вроде бы профессор там. Professor. Professor. Как кто говорит? Professor. Так, слушают с большим вниманием. Вроде бы так. Are. Listened. Listened. Are. Listened. With. Are listened to. Sorry. With. Big. Ну, можно big, можно great сказать. Ну, пусть будет great еще как вариант. Attention. Attention. Вот такая ситуация. Опять же, у нас огромные, огромные главные герои предложения. Ничего страшного, это может быть, не смущайтесь. Смотрите. Да, у вас могут быть связанные слова с вашим подлежащим. В этом нет ничего плохого. Далее. Меня ждут. Ух ты, какое маленькое. После такого большого, такое маленькое. Меня ждут. Ну, здесь все понятно, здесь невозможно ошибиться. Поэтому я... Кстати, у меня здесь явный намек на то, что это present continuous. Am I... И у меня вопрос. Am I being... Being... Waited for... Waited for... Обратите внимание, где стоят предлоги. Что у меня здесь? Обычный вопрос в passive voice. На первом месте вспомогательный глагол. Дальше подлежащий. Дальше основной глагол. И дальше мой past participle. Вот он с предлогом. Предлога может не быть, но в данном случае, куда мы денемся. Так уж вышло. Далее. Им задали три трудных вопроса. Ага, понятно. Что же мне здесь... Как мне красиво сказать? Ну, здесь повествование. Поэтому, я думаю, проблемы особой не будет. They were asked. Прошедшее время. Three difficult questions. Так, мне лень писать questions. Я думаю, мы все понимаем. Опять же, здесь может быть ситуация, когда... Three difficult questions were asked to them. Более сложный вариант. Но если вам больше такой вариант нравится, пожалуйста, можете и его упоминать. Это не будет ошибкой, просто это создаст вам дополнительные трудности. Едем дальше. Следующее. Поднимаемся наверх. Так, что у меня дальше? За директором уже послали. Ага. Здесь у нас возникает passive... Прошу прощения. Present perfect. Как я это знаю? Да, потому что стоит слово уже и просится present perfect. Ну, что ж, поставим present perfect. Посмотрим, как passive выглядит в present perfect. Итак, the headmaster... The headmaster... Это директор. The headmaster... Has already... Не забываем, что already тоже... Слово привилегированное, оно может после вспомогательного глагола стоять. Been sent for... Опять у нас ситуация, когда у нас предлог связан с past participle. Ставим его в конце. Следующее. Так, подождите немного. Ну, я не буду это писать. Подождите немного. Wait a bit или wait a little. И все такое. Это уже не важно. Едем дальше. Десятое. Всех пригласили в большой зал. Ну, тут достаточно легко. Я думаю, что это обычный past simple, без всяких осложнений. Я бы его здесь поставила именно present simple. Past simple, прошу прощения. Everybody. Все. То есть каждый. Everybody. Everybody was invited. Обратите внимание, что у нас в русском языке предложение было во множественном числе. А у них everybody это единственное число. To a big assembly hall. Assembly hall. Вот такая картина. Едем дальше. Далее. Далее, далее, далее. Поднимаемся опять выше. Смотрим, что у нас дальше. Эти письма просмотрены. Их можно отправлять. Ага. Здесь два предложения. И я думаю, что даже два пассива. Ну, я не уверена. Посмотрим. Итак. Эти письма просмотрены. Сейчас я себе выберу цвет. Здесь. Леттерс. Леттерс. Тут все нормально. А дальше я думаю, что было бы логично поставить present perfect. Почему бы и нет? Уже ж просмотрены. Можно отправлять. have been checked, можно сказать. Ну, или я даже не знаю, как лучше. Можно look through, можно check. Ну, я поставлю look. Looked through. Поскольку здесь, я так смотрю, везде предлоги после глаголов. Ну, будет логично, если я поставлю looked through. Это более будет в духе упражнения. Далее. Далее. Что у меня там было дальше? Я уже забыла, о чем шла речь. Ага. Их можно отправлять. Здесь у нас интересная ситуация. Слово можно. То есть, есть возможность. Значит, здесь, по идее, can должно стоять. И they. И здесь опять у меня passive. Но здесь не простой passive. Здесь passive будет с модальным глаголом. Can be sent. Вот такая картина. Едем дальше. Так. Поднимаемся опять выше. Я боюсь, что у меня места не хватит на все. На станции их встретил. Да. Это оно. На станции их встретил гид и отвез в гостиницу. Ага. Прекрасно. Значит, что у нас здесь? Как бы я это сказала? Здесь интересная, кстати, ситуация. Потому что у меня предложение. Гид это гайд у них считается. Я только вспомню, как оно пишется. Вот так кажется. By the guide. Далее. Так, я уже забыла, о чем шла речь. At the station. At the station. They were met by the guide at the station. Да, все порядок. Все нормально. And taken to the hotel. Они были встречены гидом на станции и отвезены в готель, если дословно перевести. Далее. Следующее. Далее у нас 13-е. Поднимаемся выше, смотрим, что у нас здесь. 13-е. Эти журналы должны быть возвращены в библиотеку на следующей неделе. Ага. Здесь у нас маленький подводный камень. Здесь у нас должны стоит, поэтому здесь будет must. Обязательно. Здесь будет must. И дальше у меня must be returned. Must be returned. Я не буду писать, я думаю, вы уже обо всем догадались. These magazines must be returned to the library next week. Вот так оно будет. Мне лень уже писать, времени слишком много прошло. На наших занятиях особое внимание уделяется произношению. Боже мой. Так, что же у нас здесь? Чего же начать? Я, наверное, это предложение напишу. Оно того стоит. По большому счету здесь можно дословно перевести. Это будет, наверное, не очень красиво. Но, тем не менее, почему бы и нет. Как же лучше? At our lessons. Можно during our lessons. Ну, я скажу at, почему бы и нет. At our lessons, particular attention is paid to pronunciation. Боже мой, какой ужас. Надо записать все-таки. Четырнадцатое. At our... Оно такое большое, столько умных слов. At our lessons, particular... Я бы даже артикль поставил. Ну, ладно. Particular мне нет места, и его здесь можно не ставить. Attention, attention is paid to pronunciation. Я надеюсь, что я правильно написала. Я, честно говоря, не помню, как оно правильно пишется. Далее. Мальчику велели объяснить, почему он пропускает занятия. Здесь все просто. Велели. Это в смысле сказали. Was. He was told. Told to explain. Вот, что у вас здесь будет. The boy was told to explain why he... Что у нас там? Why he missed the lessons. Здесь согласование времен, поэтому у нас в настоящем, у них в прошедшем. Далее. Меня пригласят на ваш вечер. Здесь у нас классика жанра, будущее время. Will I be invited to your party? Will I be invited to your party? Здесь все просто. У нас вопрос. Will I be invited? Далее. Детей оставили дома одних. Здесь, опять же, все достаточно просто. В прошедшее время дети оставили, что сделали. Поэтому children или kids, the kids, kids were left alone at home. Kids were left alone at home. Здесь обратите внимание порядок слов. Were left alone. Все наоборот. Alone. Не разрывайте. Left alone не надо разрывать. А at home будет в самом конце, потому что alone связан со словом leave, left, left. Вот такое интересное упражнение. Ну, что сказать. Таких упражнений в Галицинском еще несколько штук. Я думаю, что я сделаю одно-два, больше делать не буду, ибо они все однообразные достаточно. Помните обязательно о том. Ищите сразу главного героя предложения в вашем предложении, ищите действия, и дальше у вас все будет просто и понятно. И помните, что сколько у вас дополнений, столько у вас может быть и предложений. Поэтому выбирайте самое простое, и тогда у вас все будет замечательно. Спасибо за внимание. Подписывайтесь на мой канал. Спасибо за внимание.